здравствуйте друзья доброе утро сегодня у нас с утречка а уже знаете как пол двенадцатого с утречка я был в dmv это такое место как бы и автоинспекция короче там выдают права и мне нужно было их обновить те которые у меня были ой госучреждения такой вид знаете имеют обшарпанные малька и там всюду очереди и вот я постоял в одной очереди и когда пришел мне сказали вы должны пойти заполнить бумажечку я пошел заполнил бумажечку встал второй раз в ту же очередь тогда мне сказали что еще в общем потом я сдал отпечатки пальцев надо сказать что сейчас это очень быстро делается там такой стекле стекляшечка такая там поставишь пальчик она сканирует тут же полсекунды занимает очень замечательно все технологии развивается сделали с меня фотографию далее временное удостоверение но такую бумажку на бумажке и отпустили теперь по почте видимо пришлю дело в том что здесь права водительские выдают от и до дня рождения вот я родился 28 апреля и вот мне дают от 28 от там ну может быть тот день когда получил уж не знаю может быть я получил там 20 августа но истекут они на мой день рождения там через 10 лет ну и 10 лет прошли да мне автоматически прислали друг 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 другую регистрацию так как бы я не честно говоря не помню был был ли пластик другой или остался тот же не могу сказать просто не помню вот а сейчас уже говорят нефига товарищ вы так уже 20 лет прошло приходи вот мы со светланой вместе пришли назначили appointment так на культурно по приглашению ну и вот собственно все и сделали что еще сказать я теперь легитимный а то знаете три дня значит 29 30 апреля и 1 мая я ездил как бы сказать по просроченным правам и когда машину брал тест-драйв да значит в субботу это было 28 апреля мне сказали что если ты придешь воскресенье 29 мы уже не сможем тебе дать вести машину поскольку ты как бы нелегальный такой получается не настоящий водитель калифорнийский а такой как бы сомнительный значит что еще я сделал я пока прилепил вот эту плюшечку на дэшборд моего автомобиля и теперь у меня не подставка которая так стоит сверху просто и убирается а прилепленная приклеена так что я не знаю насколько это повлияет на передачу вибрации на камеру на звук ну вот я пробую так что вот можно сказать что у меня сейчас первый раз я еду с тем чтобы камера была прикреплена при приклеена что еще нашел я человека которого надо встречать в четверг как-то мне казалось что он у меня потерялся я его нашел нашел написал ему на всякий случай так что у меня там в скайпе повыше было эти проблемы написания в скайпе у меня в основном до общения все в скайпе что если там где-то затеряется потом концов не найдешь то есть надо знать кто это именно был вот в этом в этом проблема скайпа то есть как бы почему со мной в скайпе легко держать связь потому что если вы о себе напоминаете то я тут же реагирую но если допустим вы говорите вы мне там потом как будет вы мне скажите как будет я не скажу я вас просто не найду там но только если это нехороший знакомый про которого я помню кто он где что чего то конечно вот такая такая тонкость сегодня три дня подряд вообще у меня такие ночные бдения потому что понедельник и вторник я записывал класс по автоматизации сам записывал но я как бы и заодно будут подучиваюсь вот и а сегодня я просто веду класс свой какой-то у меня положено обычно я веду либо первый урок вводные либо поиск работы вот такое ощущение что заканчивается вечерний класс и там пришло время про поиск работы рассказывать но расскажем ученых не впервой но просто 33 вечера подряд знаете вот так с судрячка и так сегодня я как бы получается не с утра сегодня я приду на работу там к 12 но все равно до 11 вечера на ней пробуду а до этого меня не было выходных потому что я машину выбирал и вот съемку вел потом эти видео надо было сделать это что же время занимает то есть на монтаж много времени не уходит на каждое видео моего времени уходит там ну максимум там 10 минут но ты как бы должен присутствовать потому что пока там все это происходит потом его надо повесить в это время другое видео если сразу там пять или шесть как с автомобиль это получилось так что эмоции переживания зрители они обижаются они говорят надо было volvo брать другие говорят да как же вы могли не взять audi третьи говорят что же вы не попробовали этот самый гелендваген как же так вот очень обижаются те кто любит теслу при том что тесла как бы в два раза дороже чем тот лимит который я в общем то определил с самого начала для покупки автомобиля поэтому но уж чего-то там через чур там как бы сразу было понятно что тесла я могу только из соображений общекультурных если пробовать уже так в практическом плане никакой радости мне от нее нет вот и но не знаю в общем пока так пока так и было много всяких переживаний эмоции вот тут поехал поехал мой ведь надо надо будет его прикрепить скотчем каким-нибудь вы появился видимо у вас кадре там в отраженном свете мой пермит на парковочку сейчас я его сдвину куда идти а там знаете вчера мне вот тикет повесили но такой пока не денежный но я со старой машины еще не переложил вот я сегодня таки уже перевесил надо будет скотчем какие-то прикрепить к стеклу там ходит такой патруль они выискивают там какие-то бумажки на окно вешают как бы анекдоте там по убывал бы вот но она как бы неплохо так чтобы люди не борзели да так 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 вписываемся связи с тем что мы сняли новое помещение так у нас появилось два новых парковочных места вот у соседнего билдинга я не уверен что кому-то захочется из нас пользоваться этим но во всяком случае вот такая интересная фишка появилась два парковочных места вышли у нас новые сотрудники на работу мы обиха ну так обустраивали как быт налетали на проект который они сейчас будут делать и вот я думаю что уже со следующей неделе у нас понесется такой как бы внутренней а интерн шип который я называю продленкой то есть для тех кто в школе учится и не испытывает трудности при прохождении интервью вот значит мы их возьмем на этот проект и будем ну как сказать гонять чтобы они там эти скейсики пописали и там багри портики и поняли там со всякой средой обитания вот кое-чего и тут же мы будем гонять на вопросы на прохождение интервью и с этого интерн шипа будем раздавать их по компаниям прям прям оттуда то есть там не будет какого-то знаете как вот люди на практику пришли у них там с 3 марта там по 7 а я не знаю там чего июня так у нас такого нет у нас будет процесс непрерывные разливки выпускников по компаниям вот и вот будем оттуда непрерывно разливать так что вот сейчас мы как раз обсуждаем и я просто переживаю что уже скоро полдень понимаешь а я еще не добрался до наших новых сотрудников а мы еще не не бросились обсуждать что там надо обсуждать в частности некоторые за парка обусловлены тем что у нас два человека сейчас одновременно из преподавателей ну не то что в отпуске но как бы нет их на работе они куда-то уехали там по своим делам можно сказать что в отпуске и поэтому на всех остальных там немножко больше навалилось но ничего страшно мы эту неделю переживем дальше должно быть легче потом мы со светой с 18 числа поедем в испанию на этом две недельки потом вернемся будет конец мая потом июнь всего один месяц июня и каникулы школьные там еще дней там не знаю 7 8 10 вокруг 4 июля у нас так что мы еще отдохнем а еще что-то с машиной разобраться что она умеет чего не умеет вообще ощущения такие вы видите как классно в ней сидится вот я я так доволен мне даже не не как-то не хочется в этой машине сидеть в майке какой-то знаете такой я думаю нет такой машине надо сидеть нарядному джентльмену вот я сижу нарядный вы меня даже не видите я не знаю что делать солнышко откуда у нас солнышко занять попробуем давайте я попробую повернуть камеру вот так как-нибудь я сейчас поверну вот ну вам наверное солнце светить я вижу вам светит рука да нет нет у меня нет ну-ка может быть тут повлияет нет присосочка то присосочка то не выдержала не выдержала присосочка так-то вот она не выдержала но все равно они нет солнце все равно светит откуда она тут берется это это солнце да но чем видите так все на временках сейчас она опять отвалится но вот как жить как жить друзья без нашего админа то он это он мне на той машине приделал она крепко держалась вот она этой так того гляди отлетит вот сейчас возьмем админа и он все хорошо прилепит я просто потому что я нарядный сижу красивый пиджак с собой тоже нарядный в общем такая вот жизнь хорошо друзья я поскольку все болтается тогда надо прекращу чтобы тут не рисковать безопасностью движения знаете что я ее поставил камеру более центрального тут перед собой и такое ощущение что гораздо лучше здесь держится потому что вот тут поверхность была проверена такая уходила и не было такой достаточно плоской на склоне было такое ощущение что сейчас гораздо лучше держится но еще раз я я пробую смотрю что получится как получится и наверное в этой позиции и ваши перспективы другая давайте вам покажу вот так может быть вам так лучше смотрится повыше да вы мне вы скажите тогда прям перед собой поставлю я я привык что камера стоит перед лицом не про светлана гето четверо перед лицом поставь ее там правее чтобы более центрально было одну в общем смотрите все на ваши так сказать усмотрение как как посоветуйте то что ваше мнение здесь определяющие я стараюсь чтобы вам было удобно а мне безопасно то есть тут как бы рад совместить вообще так по моим понятиям вот эта картинка должна была бы быть более как сказать интересный такой камера повыше стоит и действительно держится крепкая вот рукой трогаю это просто было неправильное место просто было неправильное место если бы вот допустим со стороны светланы вон там поставить я могу так покрутить чтоб вы может быть так боковым зрением там увидите что-то вот тут вот тут она была вот тут это не было правильным местом а сейчас мы в другом положении сейчас я выпрямил хорошо богато друзья богато и мне не хочется чтоб капот занимал много места у вас на экране хотя камера sony fdr вот это вот x3000 позволяет наезжать на картинку видимо это делается софтворным путем не оптическим вот но так получается что во время съемки этого делать нельзя а можно делать только до того как я нажал кнопочку запись поэтому я могу камеру поставить там подвинуть немножко вперед тогда капот вообще исчезнет мне еще надо где-то встать когда ты приезжаешь в неурочное время мы поедем заедем с моей стороны ладно обычной стороны нашей заедем может быть место может не быть место это не то же самое что скажем в 9 3 когда понятно что место есть тут люди приезжают уезжают так но вот здесь ничего нет дамы направо смотрим мы смотрим правей вот тут ничего нет вот тут уже за углом начинается некоторая свобода я бы сказал много свободы давайте мы где-нибудь тут много свободное пространство и зайдем об она все друзья вот перед вами нарядный блогер и мы выключаем так ставим на паркинг кнопочку нажимаем выключаем движок 83 мили 83 целых и четыре десятых мили вот это все что мы тут наездили и в пятницу я говорил но я повторюсь в пятницу мы в два часа дня со светой на двух машинах поедем в dealership и елена нам покажет что и как значит там хотя кое-чего мы уже подхватили вот тут так знаете так очень удобно на самом деле на редкость то есть мне как человеку в моем возрасте и с моим опытом вождения вот мне на самом деле очень удобно и практически тут все интуитивно и очень хорошо все друзья счастливо и до новых встреч